Экономичная безопасность державы, выплата зарплата, оборона детей, одиноких пенсионеров, братьба с наркодилерами. Позицию и роль прокуратуры в решении актуальных задач для краины и региона в встрече с журналистами позначил прокурор Брестской в области Виктор Климов. Основную тревогу прокуратуры выкликает рост в регионе колькости тяжких и особенно тяжких злочинствов. Один из факторов роста этой личбы – увеличение выявленных фактов сбыта наркотических речев. Прокурор в области отзначил необходимость усмыцнить профилактическую работу сирот-молоди и головное скандиновать деяние отказных органов оборозвес за расповсюдживанием наркотиков. А здесь, в принципе, все должны работать слаженно и чётко. Как следственные органы, органы внутренних дел, пограничная служба и все остальные. Потому что вы знаете, что часть вот этого зелья нам поступает из-за рубежа, в том числе и с западной. Ещё один тревожный фактор – рост колькостей забойств и тяжких телесных пошкоджений. Абсолютная большесть у семейно-бытовой сферы – на Глебе распятят спиртных напитков. И профилактика тут необходно так само комплексная. То есть, тыжится и обороны одиноких пожилых людей. Вот когда старики проживают одни в деревнях, они становятся и объектами преступных посягательств. У них похищается имущество там с дворовых территорий, непосредственно в жилище. Им требуется защита, с ними нужно работать. Они же зачастую иногда становятся и жертвами чрезвычайных ситуаций, таких как пожары и так далее. Особливая увага у 2016-м сбоку прокуратуры накирована на сектор экономики. Утым лику свою часовость выплаты зарплат. Если уже субъект хозяйствования не может это сделать, то соответствующая проверка должна пройти и посмотреть, почему, что произошло. Второй вопрос – это все, что связано с дебиторской задолженностью, в том числе внешней. У нас есть опыт работы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации по этому вопросу. Есть неопределенные наработки, подвижки тоже есть. Соответствующие уголовные дела возбуждаются в Российской Федерации. Устанавливаются вот эти недобросовестные субъекты хозяйствования. Взыскуются эти денежные средства, ну и, соответственно, поступают в бюджет Республики Беларусь или на предприятие. Наглядная функция, которую выполняет прокуратура – это и широкие полномодства и выключенная отказность. А значит, необходность постоянно вучиться. Особливо в работе по нагляду за выполнением законодавства в экономичной сфере. До приклада у проведения держзакупок. У этой голени немало спокус. Когда закупка производится из одного источника, когда технические условия, которые выставляются на тендер, они таковы, что дают сразу преимущество определенным структурам. Можно так написать, что будет понятно, кто же победит в этом конкурсе. И здесь тоже роль прокурора достаточно серьезная. Конечно, прокурор сам должен постоянно учиться, постоянно заниматься, знать вот эти вот все нюансы, они же постоянно обновляются, понимаете. Поэтому нужно постоянно быть в тренде, как говорят. Детальовый анализ стану законности и правопорадку на территории региона работники прокуратуры Брестской в области провели на выниковой коллегии. Алиса Григорчук, Александр Севицкий, телерадио «Компания Брест».